Добро пожаловать на пересадочную станцию и сегодня мы отправимся в мир настоящего постапокалипсиса. Александр Шишковчук, Схрон, Дневник Выживальщика. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Схрона, Дневник Выживальщика. То приготовьтесь, мы начинаем. Говорят, курение убивает. Но стоит ли беспокоиться о здоровье, когда видишь на горизонте ядерный грипп? Я нервно затянулся и выпустил дым сквозь зубы. Жаль, оставил дома свой Никон, забыл в этой проклятой суматохе. Такие бы кадры получились. Ну ничего, можно и на телефон сфоткать. Камера на моем гаджете Выживальщика довольно неплохая. Достал его из кармана разгрузки. Тот как раз транслирует Моцарта через беспроводные наушники. Быстро отщелкав грипп с разной степенью зума, убрал Моцарта и включил Ленинград. Даже во Вконтакте не выложить, столько бы лайков собрал. Проклятая война. Ну почему она лишила меня интернета? Посмотрел еще раз на значок нет сети и убрал бесполезную игрушку. Что за объекты отработали натовцы? Насколько помню карту, в той стороне нет значимых населенных пунктов. Впрочем, откуда мне знать все секреты наших военных? Со склона Сопки, на котором оборудовал убежище, хороший вид на просторы тайги. Спутниковый интернет больше не ловит, радио тоже. По всему выходит, Петрозаводск уничтожен. Интересно, сколько мегатонн рухнуло на родной город? И все-таки вовремя успел. Новости давно изливались предпосылками к войне, но я медлил до последнего. Сорвался из города, только когда понял, что все, это край. Конечно, не все припасы удалось собрать, даже не стал забирать прицеп с картошкой из гаража. Чутье просто вопило. Срочно, блять, вали! И вот я здесь. Живой черт бы меня побрал! Ветер постепенно раздул смертоносные облака. Остается только надеяться, что не ошибся с розой ветров, когда выбирал это место. Хоть бы дождь пошел. Как назло небо светится чистотой. Не хочу, чтобы вспыхнул лес. За свой схрон я не опасаюсь. Он надежно укрыт под землей. Огнетушитель тоже имеется. Но в случае пожара мне самому придется провести несколько дней на лысой вершине сопки, глотая вонючий дым. А с комфортом расставаться совсем не хочется. Не для того я оборудовал схрон, чтобы ютиться в тесной палатке, заваривать доширак на неудобной горелке и экономить воду. Через слишком многие испытания пришлось пройти, чтобы теперь отказывать себе в удовольствии, спать на чистой постели, слушая любимую музыку на отличном музыкальном центре. Докурив сигарету, складировал бычок в специальную коробочку. Мусор оставлять не стоит. Не хватало еще, чтобы меня обнаружили мародеры, убийцы, дезертиры, солдаты противника и прочие мутанты, о которых я читал в фантастических книжках. А они еще придут, не сомневаюсь. Не один же я такой умный, что догадался укрыться в лесу. Истошный звон будильника заставил подняться с постели. Блин, опять этот сон. Он снится почти каждую ночь за последние полгода. Плеснув ледяную воду в лицо, разогнал остатки сновидения. В то утро я и не знал, что все уже началось. Не знаю, чего я тупил до последнего. Наверное, до конца не мог поверить в угрозу ядерного удара. Хотя схрон уже месяц как полностью укомплектован. 450 км по лесным дорогам и как у Христа за пазухой. Пусть я в него и не верю. Оружие, консервы, крупы, предметы быта и различный инструмент, пособие по выживанию. Все это поможет пережить грядущий пиздец. Осталось только забрать прицеп картошки из гаража и прикупить побольше бухлишка. Немного осталось после подготовительных трат. Тысяч сто. Пивка затарить, коньячка, вина. На ближайший год должно хватить. Потом буду гнать самогон. Последние дни я проводил за компом. Читал новости, отслеживал звоночки. Россия и США обменивались взаимными угрозами и обвинениями. Новостные агентства нагоняли истерику. Но я был спокоен, я подготовился. Спасибо 151-й палате. В то знаменательное утро проснулся по будильнику. Довольно рано, в 10 утра, собираюсь проехаться по алкогольным магазинам. А завтра или послезавтра можно и стартовать. По привычке первым делом залез в интернет. Промониторить чего еще нехорошего случилось в мире за ночь. Вот это ни хрена себе. Родная палата взрывается десятками новых тем и сотнями сообщений. Авианосная группировка США вошла в Черное море. Читал я. Ну, подумаешь. Наш из Крыма перещелкает их ракетами. Сирия пала, пора валить. Вот это серьезный звоночек. Еще Ванга, блин, предсказывала. После того, как Россия вывела свой контингент из Сирии, режим Асада не продержался и месяца. Вот уж где точно творится показательный писец. Обидно, конечно, что сдали весь Ближний Восток. Я сваливаю. Началось. Прощайте, комрады. Ммм. Очередной параноик включил драб. Не рановато ли? Но, зайдя в тему на форуме, я увидел много народу, собирающегося валить прямо сегодня на загородные нычки. Как обычно, тролли вовсю глумились над ними. Да че за паника-то, блин, а? Будет ли завтра Москва стерта с лица земли? Это улыбнуло. Еще к 2012-му обещали стереть. Все вооруженные силы приведены в полную боеготовность. Опять учения, поди. Трамп пригрозил Путину ядерным ударом. Тут было больше всего комментов. Да ну нахрен, за суд пиндосы с нами бодаться. Но все-таки по спине пробежал холодок. Разве рыжий любимец российской публики не агент Путина? На всякий случай я включил телек и нашел новости. Безусловно, Россия способна жестко отразить любую внешнюю угрозу, вещал гарант. Никто и никогда не смеет угрожать нам. Граждане нашей страны могут быть уверены. Любой внешний агрессор будет сурово и безжалостно наказан. А нашим заокеанским партнерам я бы посоветовал внимательно следить за своими словами. Ведь в случае реальной угрозы суверенитету России, наша военная доктрина предусматривает нанесение пудара с применением ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Да, свалю-ка тоже сегодня из города. Че меня вообще держит? Спутниковый интернет и в убежище есть. Я быстро оделся, ключ от тачки в карман. Надо затариться бухлом. Пока не слишком поздно. Сегодня пятница. Успеть бы до пробок. Неожиданная мысль, как игла, пронзила разум. Я замер на лестничной площадке. А как же Тамара? Неделю не звонил, она тоже. Посрались. Знаю только, что заходила на мою страницу в Одноклассниках. Дура. Устроила скандал из-за моей подготовки. Во все детали, конечно, не посвящала и про схрон не знает. Всегда говорил, мол, увлекаюсь охотой, рыбалкой, походами. А она разоралась, что не уделяю внимания, не обеспечиваю. Как же не уделяю? Заскочил с утра, пару палок кинул. Че еще надо? Короче, обычный бабский гон. Печально, что отношения дошли до такой стадии. Томкина тело 10 из 10. Уверена, она течет от моих бицепсов, кубиков пресса, рельефной мускулатуры. Постоянно постит фотки со мной в инстаграм. Хоть я и ругаю за это. Хвастает перед подружайками. Запрыгнул в Ниву пятидверку. Сдрогнув, проснулся движок. Телефон в руке смотрит на меня укоризненно. Че ей сказать? Тамара ненавидит природу. Кроме суши баров и клубов, хрен куда вытащишь. Как уговорить ехать со мной? Или не звонить? Перед глазами возникла картинка. Чернота космического пространства и беззащитный доверчивый глобус внизу. Солнечный блик играет на обтекателе баллистической ракеты. Если приблизить, видно надпись Made in USA на хищном корпусе. Боеголовки не одиноко в тишине вакуума. Рядышком еще одна серебристая сигара. И еще одна. И еще. Еще. Издаля они словно косяк морских рыб. Вот позади контур старушки Европы. Стая снижается, одновременно ускоряясь, завидев цели. Долгожданная добыча. Многие годы хищницы мечтали о ней, дремля в тишине шахт. Несколько ракет покидают основную группу, нырнувшую в огненный занавес противоракетной обороны Москвы. Их цели гораздо севернее. А спустя минуту ракета остается одна. Три сестры кинулись к северной столице. Дымные стрелы летят встретить смертельных гостей. И здесь ПРО. Показалась ее цель, и ракета радостно направляет острое тело прямо к центру города. Небольшого. Но здесь точно нет этих проклятых противоракет. И значит, ей суждено расцвести атомным бутоном. Миллионам градусов ослепительного возмездия. Оставив после многокилометровый гриб и спекшуюся воронку. Город все ближе. Видны улицы, площади, машины, дома. Вот одно здание приближается. Здесь самый модный клуб Петрозаводска. Две девушки смеются возле входа. А где твой ненаглядный? Опять уехал. Сдыхает Тамара, брюнетка в огромных очках. На рыбалку или на охоту, блин. А я так хочу, чтобы проводил больше времени со мной. Даже цветов не дождешься. Че ты нашла в этом нищеброде? Кривит губы подруга, но в голосе нотки зависти. Не достоин тебя, Сашенька, я тебе говорю. Лохушка, он тебе в уши сыт, а ты ведешься. Может, сама глаз на него положила, шкура? Вспыхивает Тома. Че? Как ты меня назвала, овца? Нахрен мне твой деревенский дурачок. Ссора готова перерасти в драку. Но бесконечно мощное свечение накрывает город. Сцепившиеся подруги вспыхивают. Обугленная плоть опадает вдоль секунды. Кости держатся чуть дольше. Пока все не сметает огненный шторм. Я ударил по рулю. Не смогу просто оставить ее умирать. Чертыхаюсь. Пальцы торопливо набирают номер. Длинные гудки. Спит, что ли? Клянусь. Мы продолжим с ней рот после гибели человечества. Ну, давай, бери трубку, дура. Краем глаза вижу движение. Сосед Борисыч швыряет сумки в кузов пикапа. Рядом суетится жена со своей противной собачонкой, которая частенько норовила ухватить меня за берцы. Если даже Борисыч драпает, почему я до сих пор в городе? Или он просто на дачу собрался? Абонент не отвечает или временно недоступен? Отчеканил механический голос. Покрутив ручку, опустил стекло. Здоров, Борисыч! Здравствуй, Саня! Вздохнул сосед, утирая лоб. На дачу поехал. Какая дача? Ты новости не смотришь? Деревню валим к родне. А че такое? По телеку сказали, вот-вот ядерная война начнется. Объявили военное положение. Словно в подтверждение, над нами прошел низкогудя вертолет с эмблемой Минобороны на борту. Ничего себе! Я покачал головой. Тоже сегодня свалю, только прикуплю кое-что. Удачи тебе! И тебе! Кивнул Борисыч. Танюшечка, садись быстрее в машину. Надо забрать детей из школы. Где-то внутри разливается мандраж. Нехорошее предчувствие. Я снова набрал Тамару, выруливая со двора. Город словно встревоженный муравейник. Все на кипише. Из подъездов нашего дома выбегают люди с котомками, баулами, чемоданами. У соседнего здания бодрые хачики набивают барахлом кузов газели. Томкин телефон все так же надменно не отвечает. Ладно, доеду и все порешаем лично. Но сначала в магаз. На улице черти что. Не припомню таких пробок даже в самые мощные снегопады. Стыдно, конечно, но я залез на газон, затем на тротуар. Удар по кузову. Вижу в зеркало дерзкую бабку с клюкой и зарыгающую проклятие. Рука тянется к травмату. В другое время обязательно бы ответил за порчу железного коня. Но сейчас не до этого. Затор позади. Торможу возле алкомаркета. Презрительное закрыто на входе. Блин. События принимают стрёмный оборот. Не хочу давиться одним самогоном. Как же без Пивчанского-то, а? Придется ехать в центр, может что-то работает. Там же и Тамара живет. Снова взрычал мотор. Не ворвануло адским демоном. Почему все идет через сраку? Нафига готовился столько месяцев, если в итоге в нужный момент ничего не готово? Че за усмешка судьбы? Тысячи выживальщиков строили нычки, мониторили звоночки, обсуждали, когда и в какой момент свалить. А правительство все рассказало в новостях по телеку. Угрызения совести по поводу нарушения ПДД больше не терзают. Машина перескакивает бордюры, шарахают сотрево двигатели прохожие. Но я не обращаю внимания на мутюки. Использую каждый просвет, подрезая ротозеев, лишь бы успеть. Успеть. А вот и Тамаркин дом. Рванув ручник, вновь набрал номер. Да че за хрень? Где она? Возьми трубку, коза! Звериное бешенство накрывает мой обычно холодный разум. Выживание человеческой расы под угрозой. Кому еще передать свой бесценный генофонд? Да, Тамара стерва. Но в схроне она будет меня слушаться и подчиняться. Плюс паранойя. Нутром чую, как вражеские боеголовки прогревают движки перед стартом. Забиваются полетные программы, атомные субмарины выходят на позиции. Мимо тачки пробежали бомжеватые хлопцы, стуга набитыми клетчатыми сумками. Надо валить. Хрен с этим пивом. Заметил зеркало заднего вида подъехавший пепелац. Здоровый белый Лексус, наглухо тонированный, встал прямо за мной. Он че охренел? Урод, мать его, подперни, выехать! Вижу, открылись двери, я выскочил тоже и замер. Передо мной Тамарка, в шоке, только что вылезла из машины. «Тома, блин, ты с кем это катаешься? Почему трубку не берешь?» Крикнул я. «Ой, Саша, а че ты приехал?» Любимая сделала глупое лицо. Бурлящий фонтан эмоций не успел выплеснуться наружу. Со стороны водителя выбралось крупное тело. Из-под густой моноброви буравят злобные глаза. Поигрывая мышцами, сын гор двинулся на меня. «Я не очень люблю драться, только когда вынуждают определенные обстоятельства. Как-то не по-выживальщически. Можно нарваться на нож отмороженного дебила, угодить в больничку или обиженный мудак накатает заяву. Зачем все это?» Не стал делать боевую стойку для спарринга, планировать ловкие подсечки, стремительные апперкоты и мощные блоки. Просто выдернул из кармана жилетки верную осу. Одна резиновая пуля с металлическим сердечком резво вдарила в накачанный пресс. Зверь не остановился. Через миг вторая четко угодила в низкий лоб. Осталось два сигнальных, но жестить не стал. Гамадрил растянулся на асфальте среди бычков и собачьего дерьма. «Халиль, нет!» Тамаркин виск. «Не трогай его, псих!» «Значит, променяла меня на это животное?» Горькое чувство ущипнуло сердце. «Козел, ты его убил!» Она склонилась над распростертым. Тома. «Убийца, маньяк!» «А ты чернильница!» «Халиль чисто друг, он просто подвез с учебы!» «Я такой дружбы не поощряю!» Тамара начала лихорадочно набирать номер. «Блин, все занято, вызови скорую!» «Не видишь, что творится?» «Вот-вот на город упадут ядерные бомбы!» «Я приехал, чтобы тебя спасти!» «Поехали со мной, Тома!» «Че за бред?» «Ты дебил!» «Никуда с тобой не поеду!» Внезапно пришло странное облегчение. Словно меня отпустило. Ну и хрен с ней. Надольше хватит тушняка, схроне. Вспомнилось изречение, кажется, Конфуция, которое прочел в каком-то паблике ВКонтакте. «Если зациклен на Монде, то Мондой твоя жизнь и накроется!» Только сейчас осознал всю силу этих слов. Ладно, пора ехать. Столько времени потерял зря. Хотя стоп! Почему зря? Я с интересом посмотрел на Лексус. Ништяк! Раза в два поболее мои нивы. По законам древних времен, добыча павшего врага переходит к победителю. Диаспора устанет меня ловить в лесах, если даже Аллах спасет от атомного апокалипсиса. В чем я сильно сомневаюсь? А сколько ящиков пива влезет в просторный салон? Не обращая внимания на истеричные вопли бывшей девушки, нашел и забрал ключ от Лексуса. Быстро перетащил из нивы сверток с оружием и кое-какое барахло. Ну что, прощай, старушка. Я печально хлопнул по слегка ржавому крылу своей тачки. Теперь уже тоже бывший. Запрыгнув японского мастодонта, сначала не понял, куда вставлять ключ. Че за хрень? Ааа, вот же кнопка, блин. В салоне приторно воняет восточными пряностями. Открыл окна. Пусть выветрится мерзкий духан. Начал потихоньку сдавать задом. Прикольно. На экранчике видно, куда прет массивная жопа. Нервотрепка сегодняшнего утра начала отпускать. Мое вечно суровое лицо тронуло легкая улыбка. Я прикурил сигарету. О, у меня же есть флешка с ништяковым узоном. Куда тут ее втыкают? Три дня скачивал все значимые музыкальные достижения человечества. Помимо классики записал Deep Purple, Led Zeppelin, Scorpions, да много кого еще. Ну и Ленинград, конечно. А вот и гнездо. Но я не успел оценить достоинства стереосистемы Лексуса. Удар по капоту. Поднимаю взгляд. Перекошенное зверское лицо с гигантской шишкой на лбу. Ну, блин. Не отбросил коньки, как я надеялся. Гад такой. Эй, сука, стой! Ну-ка, вышел из моей машинь! Смешно проблеял недобиток. Убей его, Халиль! Подлила бензина в топку ненависти бывшая. А, ща, не дождетесь. Втыкаю драйв и дергаю трехтонного красавца вперед. Злобный вой. Черный вновь улетает на асфальт. Снова заднюю. Я тебя найду! Я всю твою семью вырежу! Гиббон скакивает и снова бежит. Уже не церемония сдаю назад. Чужие ведра со скрипом двигаются в стороны. На экран почти не смотрю, контролируя бешеного неандертальца. Вот уже выезд. Две пятерни, покрытые пучками черных волос, хватают дверь. Какой, сука, настырный. Но я уже на свободе. Дал по газам. Крепко, как обезьяна, уцепившись за дверь, чурбан пытается заехать мне по лицу. Я дернул руль, стараясь стряхнуть навязчивое существо. Как он меня задрал! Черт! По касательной все же достал. Останови машин, ты гандон! Отцепись! Ты у меня сосать будешь, Аллахом клянусь! Я твой рот отымею, твой мать отымею в жопу! Вот это он зря сказал про мою покойную матушку. Резко топнул педаль тормоза. Кавказис откинулся в пыль, но тут же подпрыгнул, кидаясь к двери. Я успел нажать кнопку блокировки. Виходи, дерись, как мужчин! Слюни летят в открытое окно. За долю секунды я выхватил осу, шарахнул выстрел. В упор, прямо в рожу, сигнальным. Табун лошадей под капотом дернул машину с места, вдавливая в кожаное кресло. Ветер затрепал в открытых окнах, унося вонь горелой шерсти и крики катающегося на обочине южанина. Ох уж эти семейные разборки, блин! Включил, наконец, флешку. Мощно запел из колонок шнур. Сердце остывает от ярости. Впереди ждет новая, счастливая жизнь. С возвращением в реальность. Если вам понравился мир Схрона, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Потому что именно от вас зависит, будут ли еще путешествия в Схрон или нет. Ну а чтобы отправиться в следующий мир, просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова